Не, давай так включить, чтобы меня сразу с приветствием наше. Выключили? Включили. И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. С вами снова Олег Алав Гудвин. Великий популяризатор всех массажных технологий на русскоязычном пространстве интернета, то есть по всему миру. И мы ведем трансляцию вот из этого нашего центра мозгового, так скажем, обучающего центра Академии телесоедительных практик. Практически вещаем на весь мир. И сейчас мы проходим тренинг по мануальной терапии. Рассмотрим давайте шею, мануальную правку шеи в положении лежа, когда человек лежит лицом вниз и когда он лежит лицом вверх, то есть на спине или на животе. Все остальные случаи, когда он сидит, стоит, это мы будем рассматривать в следующем видеоролике. Так что не теряйтесь, подписывайтесь на наш канал и ставьте значок на колокольчик, обязательно нажмите, чтобы вам приходили новые уведомления о новых полезных видео. Сейчас смотрите, первый прием, он достаточно простой, поэтому мы его делаем без диагностики. Он безопасный, потому что это декомпрессия, то есть мы только ведем на растяжение. Работаем с шеей. Естественно, по нашей схеме нам надо было сначала будет продиагностировать человека, растереть, согреть это место, размять, пронажимать точки, найти где там есть триггерные точки, спазмы и так далее, сначала их расслабить. Но поскольку человек уже подготовленный, мы давно знакомы, Алия кивает, я уже проверил, что у нее нет таких серьезных спазмов на шее, поэтому можно воздействовать достаточно быстро, ну так скажем, на холодную. Тем более я сейчас не буду доводить до непосредственного траста, хруста, я просто продемонстрирую. А дальше мы все это будем отрабатывать на практике с нашими учениками, поэтому если вы только нас смотрите, то смотрите, пожалуйста, конечно, не забывайте лайки ставить. Но самое главное, чтобы у вас появились навыки в руках, вам лучше присутствовать здесь и отрабатывать все на практике. Мы это все отрабатываем друг на друге и, соответственно, с готовыми профессиональными и качественными навыками вы уйдете отсюда в производство, в работу. Сразу начнете применять. Итак, для начала, вот без диагностики, просто на растяжение, повернули голову человека на бок, развернули ее немножко, экстензию назад, предупреждайте человека, чтобы он сам не поворачивал, не помогал вам, не сопротивлялся, ничего не делал. Потом нам нужно сделать небольшую экстензию, ой, не экстензию, а ротацию, повернуть голову чуть-чуть вот так, чтобы она лежала на скуле. То есть вот на этой скуле должно чувствоваться качание головы. Проверяем это качание. Вот оно есть, да? И теперь, отодвигая максимально плечо назад, упираемся в затылочную часть, в черепу, и вытягиваем по диагонали практически, вытягиваем, разгружая таким образом все фасеточные суставы. Это вот боковые вот эти вот сочленения поперечных отростков на шейном отделе позвоночника. Стоять, соответственно, можно с любой стороны. Можно, вы можете стоять с этой стороны. Вы можете стоять с этой стороны, как я показал, да? Но для начала я рекомендую все-таки делать максимально безопасно и максимально мощно, это когда вы стоите спереди, со стороны головы человека, да? Для этого, смотрите, я стойку делаю достаточно широкую, да? Потому что у меня будет работать весь корпус мой. Упираю достаточно плотно в плечо, причем в акримиальный отросток, то есть мой палец идет снизу. Вот специально рассказываю подробно, да? Полностью отбегаю человека, аж вот туда, в стол. И таким образом смотрите, как шевелится голова. Видно тебе? Может подойти и все это с той стороны посмотреть. Вот. То есть если человеком, мы положили неправильно, или он пододвинулся человеку голову, там, да, вот так, он планирует он сам. Мы можем за счет натяжения, вот, раз, и развернусь ему голову вот так. И проверяем, раскачание есть. Теперь захватываем снизу за челюб и на растяжение. Первый прием, это вот, веско-дернулим растяжение. То есть дошли до преднапряжения полностью. Показали человеку, что мы должны расслабиться, да? Это вот всякие покачивания, вибрации, такие растрясания. Я обычно отвлекаю человека. Говорю, чтобы он внимание переключил не на руку, на мою, да, на голове, а на плечо. То есть дополнительно уделяю внимание, ну, это на самом деле не обязательно так делать, да? Ну, говорю, чтобы плечо расслабилось. Главное, главное, плечо. А в самый вот момент, держу. И доходим до трассы. То есть, вот, видишь, пункт 4, это вот потряхивание, всякие вибрации, да? Пункт 5, это тракция, то есть вот вытяжение. 5А, это преднапряжение. Все, предел дальше не идет. И пункт 6, вот, видишь, это вот трасс. Первый трасс на растяжение, второй трасс на разворот. И третий трасс чуть довернули руку и атман поставили. То есть, получается, 3 в одном. Раз, два, три. Вот такое движение. Ну, соответственно, так же патарушку можно ставить, в принципе. И отсюда сделать, да? Ну, предложим умение, у вас получится в разных позициях. Теперь, дай-ка я туда зайду. Теперь, второй прием, это когда мы можем еще дополнительно использовать диагностику. Нам нужно для этого раскрыть шею, чтобы она была прямой. И, пожалуйста, лбом встал. Вот. С этой стороны прощупали. Ну, честно говоря, голова закреплена, да? За счет упора в стол. Поэтому нам не очень удобно прощупывать, особенно боковые вот отростки. Поэтому попросим человека встать на локте, встать на локте, вот так вот, вперед, да? Может даже досло захватиться вот так, да? И чуть подвинем корпус к рукам. Двигай, если вы сейчас. Вот так, все, 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 все. Главное соблюсти вот тут прямой угол в стол. После этого нам открывается шейный отдел, полностью растянутый, да? И мы можем его прощупать достаточно подробно. Остистые отростки на то, насколько они друг, относительно друга, на одной оси находятся, да? Для этого мы никогда не щупаем один позвонок, ну, один отросток или два отростка, да? Всегда соседний сверху и снизу. Проверяем. На... ну, вот тут немножко. Седьмой повышается. Ширина смещена вправо. Вот седьмой. На картинке не видно, да? Но я на ощупь просто вам говорю, что это так. Ну, хочешь, можешь попробовать прощупать? Ага. Вот она, вот так вот. Да. Если вот переход шейно-грудной трудно прощупывается, можно попросить человека локти поближе. Гру к другу, нет, не к другу, гру к другу. Вот так вот, да? Вот тут как бы раскрывается вот это место, да? И можем более подробно прощупать. Для более точного анализа вы можете взять фломастер и нарисовать необходимые для вас позвонки, ну, в смысле, отростки, да? С которыми будем дальше работать. Далее, для диагностики желательно попросить человека голову расслабить полностью, чтобы он не сопротивлялся. И, трогая за боковые отростки, да, проверяем, где есть зажим, где есть блок, где есть смещение, ротация. Вот, то есть в разные стороны я голову и вращаю, да, и покачиваю, и киваю этой головой, да? И доходим до атланта. Вот под вот этими косточками находятся боковые отростки атланта. С двух сторон, главное, чтобы было симметрично. Если чувствую, что где-то не симметрично, я прям спрашиваю человека, где больнее, справа, да? Больнее. Да, справа. Да, вот справа немножко он немножко тут чувствует, что повернут вот сюда. То есть атланта развернут, получается, по часовой стрелке. То есть если мы смотрим в ось тела человека сверху, да, то по часовой стрелке атланта развернут чуть-чуть вот сюда. У атланта такая проблема, что у него, ну, в прощупывании проблема, что у него нету задних отростков, да? Зато боковые отростки у него достаточно широкие, они прям почти вот под вот этими косточками находятся. Соответственно, у нее он немножко развернут. Чтобы ее повернуть обратно, нам нужно череп будет поворачивать вот в эту сторону. То есть против часовой стрелки. За череп. Так, теперь какие приемы можно здесь делать с шеей здесь? Ну, во-первых, сделать упор в плечо и накатить ее голову, расслабленную на свою руку. Если человек елозит, да, то так вот, то в принципе этого не получится. Или можете немножко его попридержать своей рукой, да, и только нижние шейные позвонки, там, шестой, можно будет так подправить. Поэтому в этом случае такую правку боковую, да, мы будем делать стоя, либо сидя. На поворот, на ротацию, что может делать? Можно покачать головой, не напрягай, не напрягай. Раскачиваем ее голову. Упираемся в нужный позвонок, да, пальцами. И накатываем, накатываем, доходим до преднапряжения. И резко в этот момент мы поворачиваем голову. По поводу атланта, опять же, она будет повернут вот сюда, вот в эту сторону, да. Не получится с этой стороны. Поэтому мы это сделаем лежа на спине, когда она будет лежать на спине. Так, ну, нам, в основном, вот эта поза нужна больше для диагностики. Теперь опускайся вниз, или опускайся, и разворачивайся лицом вверх. Ну, в смысле, пупком к солнцу, попой вниз. Взвери, на спину, на спину. На спину. По-русски на спину. Ну, я шучу, обращайте внимание. Так, здесь. Давай сюда чуть-чуть вниз. Чуть-чуть. Режим. Вот. Если человек под ножом, мы его обычно накрываем тряпочкой, полотенцем, да, через них работаем. Если он в одежде, то, в принципе, можно работать в одежде, если мы на сухую, без масла, да. С этой стороны мы должны подготовить сначала шею мышцы. То есть мы их снизу поднимаем и растягиваем на себя, таким образом дополнительно декомпрессируя. Понимаете? От тазовых костей, все, что выше, да, вытягиваем вверх. Соответственно, голову мы тянем вверх. Я ведь прижимаю ее еще за череп. Немножко вытягиваю. Сережки чуть-чуть, да, Коля? Немножко сережки мешают. Далее. Если в этой позе мы тоже можем и поднять голову, и прощупать боковые отростки, где, как они неровно стоят, покрутили, подгибали, флексия, ротация, ваттера, экстензия. И положили на перепонку своей руки. Череп где-то, значит, заканчивается, да, положили на перепонку. Или начинается череп. Вот где-то. Его позвоночное соприкосновение с черепом, да, вот это место. И нам надо почувствовать, что голова лежит, как бы вот она, качается на одной точечке, да. На этой точечке, за счет либо пальчиками, да, мы дополнительно раскачали, проверили, насколько она раскачается. И теперь будем делать правку. Одной рукой взяли за череп, второй рукой будем надавливать на те позвонки, которые нас интересуют. Ну, если нижние грудные, да, руку помещаем пониже, накатываем, накатываем, крутим, крутим и, трык, поставили. Если верхняя, то руку переставляем выше, выше, выше. Что касается третьего, второго позвонка, да, то вот прямо можно вот так вот скачать и вставить. Чтобы больше был эффект, предлагаю усовершенствовать. Это упереться своей ладонью в плечо. И когда мы накатываем, то есть мы дополнительно декомпрессируем. И таким образом второй позвонок вставляется лучше. Если второй позвонок, аксис, развернут, он самый большой, да, и у него вот этот, ну, самый выпирающий, ассист отростки у него. Если он развернут, да, то мы можем его поставить, соответственно, смотрите как. Тут вопрос в том, что развернут, ну, ощупаем вправо, допустим, да, то нам, ну, я показал влево, голова здесь, да, череп здесь, он развернут влево. Нам кажется, что нам надо поставить его вправо, то есть повернуть вправо. Но мы не можем его повернуть сам по себе относительно, относительно других позвонков, да. Мы его можем повернуть упором с этой стороны за голову, но туда голову нам надо повернуть относительно противоположной стороны. То есть он поворачивается вправо, а череп влево повышается. То есть он поворачивается против часовой стрелки, а череп, сейчас, он против часовой стрелки, а череп, а череп по часовой стрелке. как это сделать покажу с этой стороны вот допустим он развернут получается девочки право вот сюда да мы находим его упираемся но вот этой косточкой и будем на него на наворачивать череп дальше вот это косточкой и тут идет ротация поворот ну не страшно да соответственно в этот момент он зацепляет собой атлант и атлант мы тоже поставили если помните он был ротирован по часовой стрелке мы повернули голову по часовой стрелке поставили атлант на месте если нам не хватает этого человека мощно шире да или он не может расслабиться не хватает от этого вращательного ротационного движения момент это движение импульса что поставить на место то предлагаем человеку сдвинуться к нам двигаясь к нам это не за голову написали все еще 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 все вот шум плечи коса в роли с углом стола мягко пускаем головами просто висит можно дать человек пару минут ну буквально одну минутку просто приближать повисеть да и тогда здесь делаем латора экстензию подставляем свою руку под нужно на позвонок приседаем ниже да что было висело и с ротацией заворачиваем до конца поворачиваясь возвращаясь обратно вот если у человека если у человека шея напряжена да то все таки продолжим по поводу расслабляющих движений до массажных мы растянули шею на себя прошли подогнули ладошки и прокатали вот так вот позвонки на себя вибрации следующий вибрация раскатываться по нашим пальчиком раскрывались второй проход то же самое только по очереди начали таки то есть мы растеряем еще вот в этой плоскости теперь все мышцы начинаем растягивать таким образом повернули голову просто боком сосцевидно-подключичную мышцу вот найдет сейчас подключиться вот сюда подход вперед да мы именно ее растягиваем упираясь в ключицу внизу самому что же можно разгладить тогда упираясь в череп мягко-мягко мы растягиваем мягенько 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 мякотью нашей ладони следующие мышцы лестничные и все которые боковые да мы берем за череп снизу и своим предплечьем вращаем голову за челюсть накладывая предплечье на челюсть а тут упираемся плечом в противовую сторону то есть раскрываем человека вот так вот растягиваем да следующее движение перекладываем руку оставляя на на затылке да на скулу верхнюю а тут давим плечо уже примерно по 45 градусов получается вот так растягиваем